Приветствую вас! В первую очередь хотел бы отметить, что вы задаете уже далеко не первый вопрос. Вы задавали уже достаточно много вопросов, много спрашивали. И здесь, конечно, требуется исследование в первую очередь. Понимаете? Значит, во-первых, если вы задали большое количество вопросов, да, большое количество, и при этом не выбрали, значит, себе эксперта, значит, ну, для работы. Это говорит о том, что, возможно, вы не готовы, возможно, вы не готовы к тому, чтобы действительно, реально над собой работать. Это не обвинение вам, это, скорее, просто, вот, компенсация факта, скажем так. Вот. Это первое. Это первое. Второе. Страх, любой, любой страх, это, ну, такое, знаете, своего рода интегрированное желание. Можно назвать это таким образом. Вот. Интегрированное желание. То есть, м-м-м. Страх, это то, что мы себе запрещаем. По сути. По сути. Страх, это то, что мы себе запрещаем. Вот. Вот. Страх, страх, это то, что мы себе не позволяем. Но при этом то, чего очень сильно для себя хотим. То есть, вот здесь, конечно, есть очень важный момент. Прям очень важный момент, момент есть. Что, по факту, получается, получается, что вы, а в действительности, хотите, того, чего боитесь. То есть, вам в действительности нужно того, чего вы боитесь. То, что, то, что, ну, то, чего вы боитесь. То есть, смерть. Смерть, как, ну, как, например, избавление, допустим, от проблем. Да. То есть, смерть, как, а, источник, а, решения ваших проблем. Которых, а, ну, которые вы не можете решить. Всего ряда причин. Вот. Понимаете? И вот это, мне кажется, то, над чем можно и нужно работать. Вот. Это то, над чем необходимо работать вам. Понятно, понятно, да? О чем идет речь? То есть, вы хотите, вы хотите, а, как это, не знаю, парадоксально звучит. Умереть. Чтобы это дало вам, что необходимо и что нужно. То есть, что именно, да, необходимо, это уже вопрос. Но, тем не менее. Вот. Поэтому за страхом смерти бороться не нужно. Понятно? Нужно раскрывать ваши желания, которые стоят за страхом смерти. И, соответственно, что-то уже с ними делать. То есть, желания, которые стоят у истоков страха смерти, в корне, в основе страха смерти. Именно эти желания. Ну да, это в коррекции? Вот. Вот. А может ли страх смерти возникать из-за невозможности выбора важных решений или невозможности, например, себя взрослым взрослым человеком? Да. 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 А, значит, у нас все-то может возникать такой страх смерти. Почему? Потому что если человек испытывает сложности с принятием решения, да, то выход для него, выходом для него является, является смерть, ну вот, по вашему, например, представлению. Но вы, но вы, но вы себе запрещаете, запрещаете получить то, что даст вам смерть, по вашему мнению. А смерть, это, например, свобода. Смерть, например, это, эээ, принятие адекватной ответственности, ну, для вас, для вас, да, то есть, избавление от лишней тяжелой ответственности и так далее. Вот. То есть, тут вот нужно отделить то, чего вы хотите и то, что вы себе запрещаете. Смотрите, эээ, вы пишете, что мне 22 года и я чувствую себя ребенком. Что это значит? Понимаете, эээ, с точки, эээ, вот с точки зрения психологии, чувствовать себя ребенком, именно чувствовать себя ребенком, это совсем не то же самое, что быть ребенком. Если вы чувствуете себя ребенком, именно чувствуете, то, скорее всего, вы не ребенок, а, скорее всего, опять же, с точки зрения психологии, а, скорее всего, вы, эээ, как бы так сказать, вы чувствуете обвинение. Вы чувствуете, эээ, что вы ребенок в негативном контексте. То есть, и я ребенок, но я не должна быть ребенком. И, и детскость здесь проявляется в критике себя. То есть, вот, как вы себя критикуете, да, вот, именно в этом и проявляется детскость. Это, эээ, не то же самое, что с точки зрения психологии может являться, эээ, детскостью, на самом деле. Вот, появился страх смерти, сперва из-за панических атак, а панические атаки, это, соответственно, тоже страх, да, то есть, это, скажем так, напряжение, это страх и тревога. То есть, сперва появляется тревога, да, которая связана с тем, что вы не можете, ну, акцентировать свое внимание на том, что, например, вам нужно, на том, что вам, например, хочется. И дальше, дальше, тревога на нас-то, потому что вы не удовлетворены, по-прежнему. Ну, вот. И, эээ, поскольку не удовлетворенность растет, то вы себя больше и больше обвиняете в том, что вот как так, почему вы тревожитесь, тревожиться не из-за чего нельзя, то есть, это уже такая немножко параноидная модель поведения, да, то есть, обесценивание. Обесценивание и игнорирование того, что, ну, вот, вам катится, вам чувствуется, видится и так далее. Вот, и по итогу происходит взрыв в виде панической атакы. Ну, паническая атака, это, в принципе, хорошая вот защита. То есть, если бы этого не было, то, наверное, вы бы заболели более тяжело, более тяжело, тяжело. Вот. С другой стороны, с другой стороны, паническая атака и вообще панические атаки, это уже картина больше клиническая. То есть, это картина именно клиническая, для клинических психологов больше. Для клинических психологов и психиатров. И, соответственно, возможно, вам, ну, должно назначено быть лечение, да, при панических атаках, например. Ну, вот. Которая поможет вам облегчить ваше состояние и чтобы вы стали, ну, более, значит, ну, более предрасположены, скажем так, к терапии. Вот. Представляете, какая история. Вот. То есть, мне кажется, мне кажется, что вот здесь очень важный аспект. Очень важный аспект. Дальше идём. Так. Затем, всё прошло и накатило с новой силой, с полной силой. Так. А почему прошло, почему накатило, да? То есть, вот. Начала искать болячки в себе, прокатить. А без опцирования уже денег на них не осталось. Так. Ну, смотрите. Здесь у вас явно попременность во внимании. То есть, вы явно, ну, нуждаетесь во внимании. То есть, у вас вот, вот, попременность в том, чтобы привлечь к себе больше внимания. Понимаете? Ага. Не то, чтобы это прям плохо как-то было. просто без оценивания, без оценивания, без контроля, без обслеживания того, что, как бы, происходит с вами, да? Вот. Вот. Будет сложно. Вот. То есть, вы хотите сейчас, внимание, на данный момент, на данный момент, у вас есть страх быть брошенный, страх от социальной, и вы отчаянно пытаетесь прилечь к себе вниманию. Потому что, других способов, других способов реализовать свои желания в вас нет. Ну, вероятно. Вероятнее всего. Вероятнее всего. Происовать. Отсюда все эти болячки. Вот. Или игра психиатрии. Вот. Можете посмотреть в интернете это. Есть игра психиатрии. Еще иногда это называется истероидным поведением, когда человек, вот, говорит, что у него что-то болит, да, там, что ему плохо, и так далее. Вот. А на самом деле, как бы, там, ничего плохого нет, ничего с человеком не происходит. Ну, реально. Реально с человеком ничего не происходит. Вот. То есть, это вот, эм, одна из форм проявления ваших желаний. Так. Просто устала с этим жить раньше, я не была таким человеком. Как только мама переехала в другую страну, развод родителей над бабочкой может попал, но спустя пример, что после этих событий не началось так вот. Да. Да. Все это вместе, это, э, вас подкосило. Но, но, э, подкосило это, на мой взгляд, ну, слишком, слишком, да, такое, очень общее, скажем так, суждение подкосило, что это наше подкосило, да. Вот. Вот. А, поэтому, поэтому, я предлагаю вам в первую очередь подумать, что вы потеряли, вот, по факту, по факту, что вы потеряли со смертью, там, бабочки, с разводом своих родителей, например, и так далее. Что конкретно вы потеряли. Вот. Кем они для вас были, что отношает, отношает для вас их развод, ну, и так далее, так далее, так далее. Вот эта история, эта история называется в корректировании. Вот. То есть, что вы хотите? Умереть? Вы хотите умереть, чтобы, если бы о вас вспоминали, вас жалели, вас жалели, вас жалели. Люди не боятся смерти просто так. То есть, эээ, вы же жили когда-то, да, и вы знали, что, ну, что смерть не изменит. А сейчас вы стали её бояться, вы стали постоянно об этом думать. Думаешь? Может вы хотите этого? Ходите, но запрещаете себя. Поэтому, нужно найти вам такие способы, такие способы проявления своих желаний, чтобы это было легально и законно. А другие способы нелегально и незаконно. По вашему мнению. Вот, соответственно, то, что представляет мне, представляет мне ваш вопрос. Как бороться? Эээ, бороться, эээ, ну, смотрите, здесь всё зависит от, эээ, того, насколько вы, эээ, сознательны, да? То есть, если вы сознательны, да, сознательны достаточно, сильно, достаточно, хорошо у вас развитого сознательного, то вы, в принципе, можете сами представить себя. Да, вот. А-а-а, что будет? А-а-а-а, значит, ну, что будет, если... Вы умрёте. То есть, как происходит? Как происходит? А-а-а-а-а-а-а-а... Как происходит? В вашем... В вашем... Сознании... Вот эта вот смерть. Да? О-о-о-о. Что на... Что на наших... Для вас? И так далее. Вот. Подумайте об этом. Потому что это важно. Это очень важно. Что будет? Эм... Если вы умрёте... Когда вы умрёте? Как это происходит? Понимаете? Вот и всё. Соответственно. Вот это... С чего вы можете начать? Если вы не можете... Сделать этого самого. Сделать этого... Сделать этого... Ну... О-о-о... Сделайте... Что-то я сказал, просто поисследуйте, просто поисследуйте, посмотрите, там дальше в принципе уже будет видно, как и что. На этом всё, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!